Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я хочу вам показать онлайн-битву в игре Anti-Hero. Я делал и обзор этой игры, и стримил как-то, ну это, наверное, больше года назад тому было. Но я периодически в неё возвращаюсь, очень простенькая, но, по-моему, атмосферная и приятная игра, в которой интересно находиться. В общем, онлайн-матч против живого соперника показываю. Итак, рандомно нам выпал Большой Город, против меня играет человек с ником ChuatecMir, я без понятия. Кто это? То есть это автоматом случайная игра. Вот он мне пишет, good luck, have fun. Тоже отвечу, эрэш. Отвечу, мухай. Тоже, good luck, have fun. В процессе игры буду объяснять, в чём идея. Победа достигается путём собирания вот пяти чего-то. Это могут быть разные штуки, на разных картах это по-разному сделано. Так как это Большой Город, то тут особенностей никаких не будет. Это значит, что мы можем победить, либо собрав вот взятки. Их всего три штуки может быть, но каждый из игроков может одну, две, три взять. То есть они стоят вот науку. Если это вот такие фонарные столбы. Так, я второй хожу, то у меня больше науки немножко в начале будет. Мы сначала откроем вот этот торговый дом, чтобы сюда посадить моих беспризорников. Они будут добывать каждый ход что-то. И откроем вот эту, вот этого бандита, чтобы его убить. И возьмём в начале беспризорника. И вот видите, если я что-то беру в моей, как это называется, на моей базе, то всё остальное на единице увеличивается. Но так как я второй хожу, то у меня есть фонари для покупки. Я не куплю ещё банду сразу, чтобы прокачивать банду, убивая этих бандитов. Прокачаю сначала на золото. То есть после каждого убийства мне будет теперь даваться две монетки. Беспризорников посадим в торговый дом, чтобы эти лампы давал каждый ход. Ну и, пожалуй, на этом закончим. У меня нет денег, чтобы ещё купить. Закончим. Ну, в данном случае я вам не показывал ход соперника, потому что пока тут не видно. Но я могу понять, что он делал, исходя из того, что он тут тратил. Он себе купил банду. Вот она, кстати, стоит. Он тут убил тоже бандита. То есть он прокачал это. И одного беспризорника, опять же, в торговый дом свой посадил. Это всегда в начале игры. У соперников торговые дома открыты. То есть я знаю, что там в торговый дом. То есть он второго беспризорника в торговый дом посадил. Когда будет три беспризорника в торговом доме, он начнёт давать два фонаря в ход, а не один, как сейчас. Давайте исследовать, что у нас вот в этом райончике. Отлично. Получил ещё науку. Я тогда смогу... Не, я просто разведчика прокачаю. Это ещё один дополнительный ход. Очень хорошо, что у меня банк. Это очень неплохое строение для начала. Но пока я... О, церковь тоже. Церковь с одним беспризорником даёт деньги. Так, давайте мы убьём ещё одного бандита. Две монеты я получу, видите? Две монеты прокачиваю. Ну и, к сожалению, не так много денег. Я могу, в принципе, купить... Я вот думаю, в церковь или лучше в торговый дом. Потому что деньги я могу получать, вот исследуя районы своим вором. То есть каждое вот это здание будет давать две монетки. А науку я, кроме как отсюда, пока получать не могу. Ну и на этом закончу ход. Во время своего хода мой соперник вот здесь убил бандита. Значит, вот это его банда стоит. И, в принципе, я могу за два хода открыть её. Проатаковать своим вором, если я возьму кинжал. А потом своей бандой. Потому что он вряд ли её прокачал на... Три здоровья. Просто стоит ли оно того, потому что... Ну, денег у него нету. Давайте, наверное, попробуем. Так, откроем. Да, у него два здоровья. Значит, мы прокачиваем кинжал. Атакуем вором своим. И атакуем своей бандой. Другое дело, что, в принципе, он может купить. Следующим ходом банда три монеты стоит. Он может её купить. И попытаться мою тоже убить банду. Но мне кажется, оно того стоило. Потому что... Это деньги. Это у него следующим кодом он не сможет ничего делать. В принципе. И мы примерно... Наравне идём. Как мне кажется. Так, ну, больше я ничего не могу сделать. На этом я ход закончу. Теперь я, пожалуй, не буду останавливать запись. Посмотрим его ход. То есть, вот эти красные следы, это то, что у соперника открыто. Та территория, которую он открыл. Давайте смотреть, что он будет делать. У него пока денег нету. Но он может их заработать. Вот залазит. Всему две... Исследуюсь. В принципе, он мою банду тоже может убить. Ему два здания будут где-то исследовать. Неисследованные. Это четыре монеты будет. Три монеты стоит банду. Он купит. И ещё один ход. У него останется. Он может прокачать на атаку. Вот видите, у него остаётся один ход. Странно. У него не хватает денег. У него не хватает денег убить мою банду, кстати. Похоже. Каким образом он интересуется? Что он тогда исследовал, что у него не хватило денег? Что он делал? То есть, он может прокачать сейчас на кинжал, да? Проатаковать меня, но у него не хватит денег банду купить за три монеты, чтобы убить мою банду. Это интересно. То есть, мне не очень понятно. Аааа, он взял скаута. Вот эксперт-разведчик. То есть, он брал фонарщика до этого, а потом эксперта-разведчика. Ага. Ну, немножко по-другому пошёл. Отлично. Значит, у него банды пока не будет. Ну, вот еще он сейчас купил банду и вот, ну, ну, в принципе, я соглашусь, что, наверное, даже это получше, чем так, как я из, ну, двигаюсь. С другой стороны, он потратил сейчас деньги на покупку банды, а у меня уже прокачанная банда на три денег, если у меня тут появится где-то, вот, например. Я сейчас это открою, просто убью этого бандита, он мою банду не сможет до меня добраться, сейчас три монеты получу, очень неплохо, для начала. Четыре уже монеты, да, четыре монеты. Тут дальше всё на урон прокачивать. Дальше откроем банк и будем туда сажать наших беспризорников. Я на этом. Вот я иду. Ааа, это. Так, ну, наверное, тоже пойдем в эксперта-разведчика. Фонарчик дает больше фонарей. Плюс один фонарь-вход. Так, ну, сажаем, давайте, одного. А, мне, к сожалению, нету больше денег. Ну, пока в церковь посадим. В церковь дает, когда тут три человечка себя, три беспризорника, она дает очко победы. Вот сюда. Так что это... Но в начале, когда один сидит, она дает одно золото в ход. Так что это неплохое начало. Вот это у меня проблема, что отсюда он может выковыривать моих ребят, но для этого ему нужны инспектора за шесть науки. Я думаю, что пока я могу не беспокоиться. Пока я могу не успокоиться, и в любом случае я потом еще могу взрывчатые вещества взять, то есть туда подрывника, и чтобы ничего сделать не мог. Так, ну все, пока я больше тоже ничего не могу сделать. Ход заканчиваю. Пока останавливаю запись, не думаю, что в этот ход он что-то опасное сможет сделать. Так, этим ходом мой соперник вот в этом районе убил бандита, продолжает свою банду прокачивать. И на два фонаря что-то тут открыл. Скорее всего, либо искусствоведение, либо кинжал. Ну не знаю, взрывчатые вещества обычно берут, если открывают особняк, где можно украсть украшения. Ну посмотрим. Мне в любом случае разведчика надо брать, чтобы догонять моего соперника по ходам. Здесь давайте откроем вот так бандита. Его убьем. Еще четыре монетки мне накапает. Все-таки убить его банду было, мне кажется, правильное решение. Это я немножко его развитие приостановил. Посмотрим, что у нас в этом районе. Ага, вот это... Если сюда отправить беспризорника, то бандиты будут дешевле стоить. Но у меня пока бандиты не открыты, это в пивоварении. Поэтому пока... Мне дуста стоит открывать дальше. Ага, вот это то, что беспризорники дешевле стоят. Это хорошая штука. Этим надо будет воспользоваться чуть позже. Ну и давайте, наверное, вот тут откроем. Посмотрим, что тут за район. А, во. Вот он, знаете, что он, наверное, взял искусствоведение, чтобы ограбить это поместь. Вот это даст науку ему дополнительную. Так, ну у меня есть три науки. Я, в принципе, могу взять пивоварение. Это бандит и улучшить... Улучшить здоровье моей банды. Давайте, наверное, так и сделаем. То есть, чтобы невозможно было за один ход мою банду убить пока. И давайте без призорников в банду. Давайте надо двуть даже. Пусть меня за 7 банк до 2 уровня прокачать как можно быстрее. Все, на этом закончу ход. Не знаю, стоит ли сейчас останавливать запись. Наверное, все-таки стоит посмотреть, что он будет делать. У него, кстати, прироста золота нет. Он все золото получает, грабя здание. Когда первый раз грабишь здание, вот видите, здесь висит мешочек с золотом. Это значит, что это здание я один раз грабил. Когда первый раз его грабишь, тебе 2 золота дают. Когда второй раз грабишь, 1 золото. То есть вы понимаете, что это касается обоих персонажей. Блин, он получил ладачку победы. Значит, у него уже, видимо, прокачана банда на 3 атаки, но при этом не на золото. Видите, он только 1 золото получил. Банда прокачана на 3 атаки, а его персонаж на 1 атаку. То есть он кинжал прошлым ходом взял. Мне кажется, это ошибка. То есть да, он получился с 1 очко победы за убийство персонажа. Но дальше он будет по золоту проседать. То есть в данном случае очко победы это было не особо важно, как мне кажется. Хотя, может, я тут куда-то проникнуть хотел. Вот тут какое-то здание очень интересное будет. Ну, посмотрим. Так вот, то есть он на своей территории тоже какие-то вот эти здания грабит. И в будущем, когда я начну их открывать и тоже грабить, то я буду меньше золота получать. Значит, у меня сейчас есть 2 варианта. Либо взломчик сейвов. А, у меня нет столько науки, чтобы взломчик сейвов взять. Это хорошая штука. Он будет давать плюс 1 золото дополнительное за разграбление. То есть, например, в этом здании я получу не 1 золото, а 2 золота. Это очень неплохо. Вот он, скорее всего, в это здание заходил. Я могу это поместье ограбить, протоковав своей бандой. Но я знаю, что у его банды плюс 3 сила. И он мою банду убьет стопудово. Ведь у него золота не добавляется. Его банда вот тут стоит. Раз, два. В принципе, я могу ее открыть и убить. Одним ударом. Одной вот этой бандой. Я думаю, что оно того стоит. У нее нету золота на покупку, нифига. Я на этом. Я на моем пути. Я на моем пути. Поехали. Я получу золото при этом. Убью его прокачанную банду. Да, пока на урон. Еще есть изгнание. Если видите, это изгнание. Это выгонять беспризорников. Его. Так, ну и давайте посмотрим, собственно, что у нас в этом районе. Что он сюда посылает. Ага. Здесь у нас этот. Вот этот дешевле стоит подрывник. Ну, давайте мы, видимо, подрывника возьмем. Ой, блин, не знаю даже. Я бы взял подрывник. Открыл бы его, как минимум. И в свой торговый дом посадил, чтобы он не мог. Да, наверное, так и сделаю. Подрывник, кстати, не виден на карте. Он не заметен. То есть, вот, если сейчас какой-то персонаж моего соперника сюда захочет заглянуть, то он будет взорван и ничего не сможет сделать. И будет на один ход потерять способность ходить. Так, теперь мы отправим в банк. Ребят. Ну и надо, конечно, следующим ходом вот эту фигню открыть. Все-таки три здоровья это маловато. Ну и больше мне пока некуда. Я пока сохраню эти деньги. То есть, в церковь имеет смысл, когда вы хотите победить. Отправлять уже. Отсюда я пока не могу никого выгнать, потому что у меня закончили ход мои персонажи. Закончу ход. Не буду устанавливать запись. Давайте смотреть, что мой соперник будет делать. С деньгами у меня, конечно, очень хорошо. У моего соперника большие проблемы. То есть, ему приходится много ходов тратить на то, чтобы грабить дома. При этом... То есть, он не открывает территорию. Вот видите, он сейчас только что ограбил этот дом. Что он сейчас еще будет делать? То есть, ему надо открыть территорию, грабить дома. Ну... А я могу карту открывать. Что выгодно. Я, наверное, следующим ходом своей бандой вот этого бандита убью. Бандиты, кстати, закрывают проход. То есть, я не могу, например, двигаться, если они на проходе. Стоит так. Он куда-то свалил. Ну, то есть, он сейчас действует на ту территорию, которую я не вижу. Посмотрим. Здесь надо следить. Ага, вот он ограбил еще одно здание. Надо следить за тем, сколько получает он денег и сколько тратит. Ну, и за наукой то же самое. Так, три науки он только что потратил. Ну, то есть... Ага. Блин. Он сейчас купит банду, убьет мою банду. Ну, это не проблема, потому что не может свою прокачать. Хотя, он, скорее всего, открыл... Может, он бандитов открыл, кстати? Так, атаку прокачал. Ну, если он не открыл бандитов, то есть, он не увеличит тут здоровье, то я совершенно спокойно, следующим ходом, этого убиваю, опять же, своей бандой. А, он прокачал на две атаки. Он потратил три науки вот на усиленную сталь. Ну, в его ситуации, я считаю, это не очень правильно. Лучше бы взломщик сейфов он взял, чтобы больше денег получать. У него проблемы с деньгами. У него большая проблема с деньгами. Я, кстати, сейчас могу его банду не трогать. Я сейчас могу попытаться вот поместье ограбить. У меня есть атака у моего парня. Совершенно спокойная. Это, ну, прилично науке дает и денег. Почему нет? Как он хорош, блин. И, видите, я потерял все ходы сразу. Вот это я тупо сыграл. Ну, кстати, как тупо. Я вообще не ожидал, что он сюда бомбу поставит. Вот честно. Это настолько неожиданно сейчас для меня было. Но сейчас стоит урон взять, а не деньги. Почему я убивал этого чувака? Потому что я иначе не могу провести здесь... ...никого. Да, это здорово он сделал. Так, ну, давайте мы сделаем тоже ему. Попробуем такую же падлу сделать. Здесь уже сейчас бомбы нету. Но то, что я потерял сейчас три хода... Вот это причина, почему надо на последнем ходу куда-то заглядывать. Но я просто реально не ожидал, что здесь может быть... ...бомбы заложены. Это... Это он меня удивил, честно. Ну, давайте заканчивать ход. Мне больше делать нечего. Вот сейчас он может опять моего убить. То есть, он... ...две атаки... ...него две атаки у его героя главного. И одна... И еще две атаки у его команды. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Да, сейчас будет атаковать меня. Я думаю... Или размышляет над этим. Ага, туда решил заглянуть. Ну, он, наверное, сейчас туда ребят отправит. Да, чтобы дешевле было брать. Но он все еще думает атаковать. Я думаю, что он будет атаковать и убьет мне банду. Да. А потом, так как у него дешевле теперь бандиты стали стоить, он улучшит свою банду, чтобы я ее убить не мог. Ну, мы пойдем тогда вот сюда, в сторону сестер. Есть такая способность просто убить банду. Хотя у него две жизни. Не, опять же, я тоже могу... Ну, не, он, наверное, сейчас улучшит. В общем, сейчас посмотрим, что будет дальше. Да, он потратил на бандита. Видите, он добавляет его. Ему надо еще одного бандита явно ставить. Да, три монета. Он сейчас потратил еще одну бандиту. Не надо в сторону сестер идти вот сюда. И сестра, она наносит шесть урона. То есть, банде сразу каюк настаёт. Сюда он уже точно бомбу не клал, потому что... Видите, мой сам... Я сам сюда добавил бомбу, и не было взрывов никаких. То есть, здесь точно нету. Ограбил вот это здание. Которое я до этого ограбил, он всего одну монетку получил. То есть, это неудача для него, на самом деле. Причем он ограбил его с этой вот стороны. Так как мы не видели его персонажа, то он прошел вот тут. И вот с этой стороны ограбил. Вот у меня очень большая неудача была, что я нарвался на бомбу. Это очень плохо. Я... Точнее, не то, что я на бомбу нарвался, а то, что я нарвался на бомбу в начале своего хода. Так, у него плюс одна монета добавилась. То есть, он, скорее всего, одно из этих зданий, это... Церковь, либо... Видите, я не могу сюда пройти из-за того, что его банда тут стоит. Но мне надо сюда пройти. Мне придется потратить ход открыть эту территорию. Видите, две. Ну, пойдем в украшения. Нам... Нам... Нам сестер открыть следующим ходом. Так. Ну, наверное... Давайте посмотрим, что в этом крае... Блин, да как так-то? Вот это уже просто чистая удача с его стороны. Это просто чистая удача. То есть, вот... Ну, не виден район абсолютно никак. И туда встать таким образом, ну, это... Просто трындец. Так. Ну, на этом я, пожалуй, ход закончу. Следующим ходом, по идее, я должен его... Банду убивать. Да, вы меня спросите, как предотвратить вот это... Чтобы тебя не взрывали. Да надо просто вначале покупать вот этого подрывника и отправлять туда, куда вы хотите зайти. Подрывники не... Подрывники тоже могут открывать... Вот, ставят лоусы в зданиях и открывают районы. Это могут делать только или подрывники, или ваши воры главные. А вот он еще одну победную очку получает. Уже можно начинать волноваться, конечно. Уже можно подрывнику начинать волноваться. Он сейчас может еще за науку купить... Взятку. Вот еще одну победную очку. У него два победных очка останется. Одной из них у него, кстати, где-то тут церковь явно. То есть, совершенно чуть-чуть осталось. Останется ему до победы. Ну, посмотрите, что он будет делать, конечно. И вот это у него классный домик, что он может с помощью подрывников, собственно, эти районы исследовать. И они у него дешевые. Две монеты всего стоят. То есть, вот это мое попадание вот здесь на бомбу, это, ну, просто очень важный был. Очень важная была проблема. Очень важная была... Да, вот ведь он взятку купил за науку. Эти три победных очка уже есть. Еще одну победную очку. Это одна у него из церквей. И, наверное, он еще может еще убить. Ну, следующая, правда, жертва уже будет шесть. Стоить. Атаки. Ага, он тут устал. Ну, я сейчас убью этого банду его. Я думаю, не ожидаю, что я сейчас сестричку возьму. То есть, эта банда сейчас будет убита. Другое дело, что я науки на это потрачу. Но... А с другой стороны, я куплю себе банду и убью вот этого. Я его еще и прокачаю свою банду. Так что нормально будет все. Он все думает... Ну, в принципе, он уже все потратил. Видите, плюс одна денег и плюс три науки. Нормально все. Видите, шесть. И тут еще у него... У нее охранники. Ну, сейчас мы делаем проще. И его банду уничтожим. Кажалка, только одну монетку дают за прокачанную банду. Дальше что? Дальше, конечно, надо поворовать денежек немножко. Видите, две монеты. Он сюда не заглядывал. Сюда он тоже точно не заглядывал. Я не заглянул. Я не понимаю, как тут нету до его этих дорожек. Очень странно. Уберем банду. Вот отсюда атакуем, потому что здесь существует... Кажется, она может открыть и убить потом мою банду. Но пока так. Прокачиваем так. Теперь мне бы очень хотелось отсюда и отсюда выпереть ребят. Поэтому, знаете, как мы берем... Мы принимаем взрывника. Так, здесь никого. Ох, что ж нам... Как нам лучше сделать? Может, в приют? Посадить. I'm on my way. О, науку получил. Мне сейчас, наверное, открыть нечего. Да, нечего. Ой. Давайте парнишку сюда отправим. Тогда тут три парнишки сидят, три беспризорника. Я могу беспризорниками выгонять других беспризорников. Без этого я могу выгонять только бандами. Давайте, наверное, прокачаем банду, чтобы ему пришлось два раза его... Если он хочет ее убить, ему придется и своим вором атаковать, и бандой. Да, не очень хорошая у нас ситуация, прямо скажем. И все из-за того, что два раза попал на бомбу. Особенно тяжелое было первое попадание. Тут два поместья. Интересно, а что здесь? Судя... Ага, вот он банду прокачивает. Тут атакуя. Так, вот где у нее банда? Сейчас будет тут или тут стоять? Ну, я думаю, что... Мы ее сможем убить следующим ходом. Интересно, что он прокачает. Давайте смотреть, куда у него наука пойдет. Сколько он науки потратит на... На открытие технологии. А, он где-то еще одну науку взял. То есть он ограбил... Какую... Восемь. Боже, где он берет науку? Он хочет взять еще одну взятку. Ему осталась взятка, собственно, и церковь. И вот он, церковь еще. О, он, похоже, сейчас хочет победить. Он сейчас взятку возьмет, и у него останется... Вот эта церковь осталась. Все. Хорош, хорош. Ну, опять же, повторю. Вот это потеря на... На бомбе. Это вот это... Просто, ну... Я настолько не ожидал, что там может быть что-то. Блин, вот этот чувак тут очень не в тему. Так, давайте, наверное... Так и следуем. Заглянем сюда. Мне кажется, церковь... Блин. Это плохо. Я в этом. Тут, наверное, бомба. Нет, нету. Что очень удивительно, кстати. Выгоняем отсюда одного беспризорника. Так, пока мы еще в игре. Сажаем сюда... Сажаем сюда... Сажаем сюда бомбардира. Ой, не туда по... Блин. Я промахнулся мышкой. Какой я дебил. Ну, я могу инспектором, конечно, выгнать вообще всех оттуда. Но это очень-очень тупое использование инспектора. А он следующим ходом вполне может набрать... Очков. Денег, да. Будет инспектора тратить. Но я очень тупо сейчас сыграл. Ай, бомба. Я очень плохо сыграл. Как я промахнулся, ну... Ну, он, скорее всего... А, ну, тут еще моя банда будет стоять. Ему сейчас церковь... Так, еще одна взятка стоит 10 науки. Вначале, не 10, 9 она будет стоить. Для меня она просто на одной дороже стоит. 9 науки. Ну, этим ходом он вряд ли победит. А вот следующим вполне. Ну, если вот ближай... Через один он вполне может победить, я думаю. Да, как-то я неудачно бомбардиром сыграл. То есть, вот этот инспектор, он выгоняет вообще всех беспризорников. Вот я мог бы открыть его научное здание и инспектором выгнать всех. А так я, получается, потратил ход банды. Еще и инспектора. Ну... И он очень дорогой, видите. То есть, его обычно используют, когда... Открывают. Это очень плохо. Так бы я... Ну, у него сидел бы один беспризорник. И взрывник. То есть, ему надо было сначала взрывника обезвредить. А потом еще двоих беспризорников туда посадить. Они у него стоили 3-4. То есть, у него 7 монет. И этот... И взрывник 2 монеты. Ему 9 монет нужно было бы для того, чтобы тут победить. Вот он 2 монеты на что-то потратил. Скорее всего, на взрывника, кстати. И он взрывником сейчас что-то открывает здесь. У меня. То есть, райончик посмотреть хочет. 9 монет у него не было следующим ходом. Я бы мог тут еще с этой церковью развлекаться. Ну, с другой стороны, конечно, тоже неплохо, что я вообще выгнал всех. И посадил туда своего парня. Еще мне тут банда стоит. Ему надо эту банду сначала убить, чтобы до этой церкви добраться. Тем не менее... Вот, он сейчас атаковать. Сейчас бандой проатакует. Естественно. Сейчас, наверное, в банду добавит... Чувач... А, выгон добавил. Ну, это странно немножко. Зачем у него... Не знаю, что он меня там планирует выгонять. Но он сейчас должен сюда бандита, я думаю, добавить. Сейчас купит бандита за денежки. С другой стороны, ему, чтобы вот в церковь полностью по максимуму прокачать... Но он, естественно, копит науку на... На взятку. Задумался, не успевает он походить. Нет, ему еще 10 секунд дали. А, вот так он сделал. А зачем я все равно вот так пройти... А, потому что, типа... Он не хочет, чтобы я до церкви добрался. Ну, в данном случае... Так, сколько взятка стоит? 9. Ага, ему следующим ходом не хватает, пока ее купить. Не хватает. Давайте думать. Давайте думать, что делать. Что мы можем тут организовать? Ну, во-первых, можем взломщик сейфов взять и побольше монет тут заработать. В первом случае, эту банду надо атаковать. Давайте, наверное, возьмем взломщик сейфов. Или не брать, или взять два фонаря. То есть, будет 6 и 9. И мы следующим ходом возьмем взятку, а? Так, давайте так сделаем. Возьмем банду. Мы атакуем этим парнем. И этим парнем. Вот, покачаем. Дальше. Крабим. 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 Науку мы получили. И... Так. Ну, давайте эту еще. Да, отлично. Все, ограбили. Банги не было. Никого. Так, сюда беспризорник. Вот, я уверен, что он сюда бомбера посадит. Мне что-нибудь такое ощущение. Давайте мы посадим. Если тут есть бомбер, то он как минимум... Нет, не было. Вот это, конечно, бессмысленная трата денег и всего. Но если он сейчас в каком-то здании найдет науку, хоть одну науку, то мы проиграли. Если не найдет, то я как бы беру вот это доказатель... Не доказательство, как это называется. Взятка, по-моему. О, отлично она сюда встала. Нет, не отлично, блин. Теперь он отсюда может пройти к церкви. Ну, все равно он не может церковь за один ход взять. Ему сейчас надо найти одну науку для взятки. Взятка это последнее, то есть их ограниченное количество. Если я возьму взятку, уже как бы мы возвращаемся в игру пока будет. Что ж он... Он сейчас задумался, конечно. Ему не хватает всего одной... Ну, ему, естественно, надо просто исследовать сейчас дома. А-а-а, слушайте, ему надо поместье. Ему надо поместье протоковать и все. Он сейчас ступит. Ему надо протоковать поместье. Но я думаю, что он думает, что я сюда посадил бомбера. Вот это я затупил. Он уверен, что я сюда бомбера посадил. Он, наверное, стопудов уверен. Потому что это тупо было бы, если бы я сюда не посадил. А я этого не сделал. Ему достаточно протоковать поместье. Вот эта картина ему даст две науки. А он сюда шел. Да. Ну вот, видите, сейчас его банда умрет. Фуф. Пронесло немножко. Пронесло мимо проигрыша. А, нет, не умрет банда. Я пройти сюда не могу. Напряженная партия, конечно. Так, у него вот 5 монет и 8. Ну, ему держать сейчас науку нет смысла. Потому что он уже ее не потратит на взятку. Так. Вот он 3 монеты потратил на что-то. 3 монеты, значит, скорее всего, на беспризорника потратил. Потому что остальные у него стоят по 2 монеты. Бомбер. Ну, странно, потому что для беспризорника нет. Он держит науку почему-то. Видимо, уверен, что я не возьму. А я возьму взятку. Все, взяток больше нет. Так, проблема в том, что мне к его банде не пробраться. Он говорит, что хорошо, типа классно, бомбу. Ну, как у него... Вот эта его бомба, это вообще было просто космос. Потому что это настолько неожиданно было. Ну, мне надо этого чувака убивать, а потом его... Ну, блин, с другой стороны, мне очень хочется это поместье ограбить. Ну, тут нету другого выбора. Мне надо его банду выносить, чтобы у него как можно меньше было возможности церковь. Так, прокачиваем на урон. Дальше. Я бы сейчас с удовольствием потратил все деньги, чтобы выгнать его ребят из... Вот отсюда. То есть, мне надо два хода, чтобы осталось. Значит, одним ходом мы... Вот тут деньги получим. Вторым ходом... Так, сделаем. А вот вопрос, кстати, в каком... Блин, может бомбера тогда потратить? Не угадал, видите? Да, бомба у него тут была. Вот он, гад, а. Так, ну, ладно. У меня еще деньги есть. Мне надо... Куда мы отправим? Но он без подзорника, денег у него нету. А что дует... Я, видимо, опять в чем-то туплю. Он, видимо, мне говорит, что типа сделай это, а что именно, я не понимаю. Блин, я сейчас смог беспризорниками повыгонять его ребят, блин. То есть, я посадил беспризорников, и я с этого момента... О, отлично, защитили этот приют. Ему остается одно очко до победы. И он пока не может его достичь. Но он мне, скорее всего, сейчас убьет эту банду, потому что у него тут проход есть. И будет как-то эту церковь пытаться все-таки... Забрать. А, нет. О, видите, он будет сейчас пытаться эту убивать. Ну, тоже правильно. А я могу... ГГ? Блин, он купил сестру. Да, все. Точно. Это ГГ. Да. Вот это я не учел. Это я не учел. Ну, отличная игра от моего соперника. Вот эти две бомбы, особенно... Блин, к сожалению, выключил. Особенно в особняке первой. Это просто, ну, очень четко. То есть, этот человек умеет в антихеро играть. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Если вы не понимали, что происходит, посмотрите мой обзор на эту игру в начале. Ссылка есть в описании к этому видео. На этом все. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok